Столь хороши самарские ракеты, что могут взлетать и из казахских степей Байконура, и из сибирской тайги с космодрома Восточный. Им покорились даже джунгли Южной Америки. Российские союзы освоили французскую Гвиану. Пять лет назад об этом трубили все мировые агентства. Интерес к такой далекой от России площадке, как космодром Куру, объясняется близостью к экватору. Ракета, запущенная здесь, получает дополнительную инерцию от вращения планеты. Земля как бы подталкивает ее в космос. Первую для России тропическую ракету доверили делать самарскому РКЦ «Прогресс». Здесь разработали новую модификацию союза – «Союз-СТ». Самарским ракетам, чтобы попасть на другой конец света, нужен почти что месяц. Для сохранности их упаковывают в специальные контейнеры и по железной дороге отправляют в Санкт-Петербург. В порту их грузят на огромный корабль, который 21 день плывет через океан к Южной Америке. И уже там особо ценный груз в фурме доставляют на космодром. Ракета отвечает всем европейским требованиям к безопасности и, конечно, условиям климата. А он здесь непростой. Ураганов и землетрясений нет, зато 300 дней в году – тропический дождь и палящее солнце. После того, как машина ушла, вышла из стартового сооружения, из стартовой системы, конечно, было, можно сказать, что ликование. Европейцы были просто счастливы, все аплодировали. В тропические командировки замгенерального конструктора Александр Черевань ездит пять лет. Сегодня он спокойно рассказывает, как видел диких ягуаров около космодрома. Ведь буквально за его границами начинались джунгли. Приезжаем на работу, только там разложились, устроились, слышим какой-то рокот, как будто газотурбинный двигатель запускается. Потом прислушались, а это, оказывается, ревуны, обезьяны-ревуны, не очень далеко, вот буквально там от комплекса запуска, такое ощущение, что там, ну метров 200. За пять лет сотрудничества в Гвяне побывали несколько сотен специалистов с прогресса, и каждому из них пришлось сделать прививку от желтой лихорадки, безопасности ради. Конечно, поначалу новые условия работы самарцев пугали, но ко всему привыкаешь, помогла и закалка российских космодромов. Не так страшен, черт, как его молюют, не очень-то там и жарко, не очень-то там и влажно. Да, дожди бывают, но к этому как-то достаточно быстро привыкаешь. На наших космодромах иногда бывает тоже не просто в плане климата. За пять лет из французской Гвяны стартовали 15 российских союзов, а всего по проекту за 15 лет должно быть не меньше 50 запусков. Освоение экваториального космодрома – событие историческое. Так, Союз стал первой в мире ракетой, которая стартует из трех стран – России, Казахстана и французской Гвяны. Валерия Макарова, Василий Колдашов. События.